всем здравствуйте с вами на связи линия монотиаду я приветствую вас на своем канале сегодня я хочу записать расклад на тему предложенное тату а потом называется что мне нужно осознать и сделать прямо сейчас у нас будет с вами три позиции расклад я буду делать на двух колодок на колоде темного света уже привычной вам всем колода и на эпическом таро наконец-таки я освоила эту колоду смогла ее прочитать сегодня я ее впервые испробую посмотрю как она будет в работе мне кажется тематика достаточно подходящая для этого расклада вот ну давайте посмотрим позиция будет выглядеть сегодня вот так значит три позиции первая вторая третья голубой красный зеленый выбирайте я не буду делать сегодня глубокий расклад по крайней мере не имеют долги посмотрим постараюсь покороче ответить да что мне нужно осознать и сделать прямо сейчас посмотрим что нам скажет эпическое таро так а если вы уже доход то мы приступим сторон при цели и мы приступаем позиция номер один голубенький камешек сначала что мне нужно осознать и а что нужно сделать так если что добавлено так что мне нужно осознать на данный момент во-первых что вы прошли какой-то урок что-то вашей жизни завершилась и нечто новое входит в вашу жизнь если вы не будете привязываться к вашему прошлому а начнете новый путь абсолютно с нуля то здесь вот прям знаете вот уровень того не то что как бы дальше разворачиваться а вот вам нужно осознать что что-то уже завершилось да здесь на чем-то уже поставленную точку вы как будто бы уже вышли откуда вода и направляетесь куда-то в новое направление абсолютно новое не все-таки уточню это связано с вашим будущим до с какими-то вашими желаниями амбициями здесь скорее всего даже не то что здесь профессиональная сфера а здесь вот именно пришло время знаете вот вы как будто бы по взрослению здесь пришло время того что хотите вы того или нет вот то как вы жили раньше то как вы существовали раньше это должно остаться позади здесь знаете здесь вот такое прям даже ощущение что у вас как будто бы ваше будущее она искушает какие-то желания вот у вас появились желание идите за этими желаниями куда бы они вас они вывели но здесь вот нужно довериться этому сделать сделать первый шаг в неизвестность вот это нужно осознать что пришло время уже знаете эти будущее не в ту в которой вы планируете либо то как вы его планируете а именно и довериться вот здесь вот довериться чтобы здесь возможно какой-то новый опыт непосредственно связано с доверием возможно раньше вы шли в новое исходя из того как вы планировали да а вот здесь говорят именно что у вас внутри вас зажегся какой-то какая-то искра какая-то свеча и вот огонь и вот ему нужно следовать и здесь возможно будет возникать страхи сделать первый шаг потому что мне непонятно куда я иду что я делаю но внутри есть четкое ощущение именно правильности правильности выбранного пути и туда куда вы идете вот здесь вы знаете какое-то вот ощущение состояние с одной стороны легкости праздника но этот праздник он бывает тогда когда вы не привязываетесь вот именно к своему желанию да вот тому результату пути куда вы хотите прийти здесь важен сам процесс вот этого пути да сам процесс наслаждение удовольствие причем не только когда вы идете самостоятельно но здесь еще может быть путь когда вы можете разделять его с другими людьми когда вы понимаете что каждый на своем пути он очень важен каждый выполняет какую-то свою роль и вместе на соединение в союзе получается но это как букет цветов да каждый цветок красив по-своему но когда ты соединяешь абсолютно разные цветы между собой получается очень красивая очень красивая композиция очень красивый букет который также радует но при этом каждый цветок из этого букета не теряет свою красоту а наоборот вот здесь вот идет дополнение вот путь который вы выбрали да вы вам необходимо понять что вы сейчас должны получить удовольствие наслаждение именно от этого разнообразия да что каждый из вас находится на своем месте и даже если вы не понимаете а ищете что-то конкретное порой вот это вот непонятное необъяснимое то что слишком новое для вас в вашем виде да оно может быть намного полезнее и намного эффективнее и интереснее для вас нежели то как если бы вы все распланировали придумали и шли в соответствии с прописанными вами шагами вот здесь вот именно вопрос доверия как-то довериться этому пути вот в этом и есть какой-то знаете авантюризм какая-то вот такая загадка да а куда меня это выведи да куда меня не хватает игры да вот вам нужно осознать что сейчас вам необходимо ваше отношение к жизни чтобы оно было такое игривое да чтобы не было серьезности чтобы была наоборот какая-то легкость какая-то непредсказуемость неожиданность такая как-то уметь идти против того к чему вы привыкли ранее здесь просто знаете карты говорят о том что есть разная правда да и есть то есть меч он о двух концах да он может и помочь хирургу допустим да скальпель что-то разрезать либо бытовой ситуации да чтоб там нарезать хлеб нарезать салат либо еще что-то но он так же имеет и свойство убивать но точно так же вот это вот ваша правда вот это вот ваше новое состояние в котором вы находитесь оно может быть двойственное и только от вас зависит как вы его будете использовать во благо либо либо во вред то есть вот здесь вот вам нужно увидеть что любая ситуация она не то что она хорошая плохая а здесь вопрос как любой инструмент как ты его будешь использовать и вот путь который вы выбрали сейчас либо вам представился на будет зависит только от вас каким он будет будет вам как скальпель раскрывать для того чтобы что-то от чего-то исцелять либо наоборот он будет вас разрушать и приносить вам какой-то вред здесь путь как вам нужно понять и увидеть осознание новое которое должно быть у вас оно связано именно с тем что вы смотрите пересматриваете да я вот так сказала осознанно свои взгляды на на мир то есть вы смотрите иначе сейчас на мир либо вам необходимо взглянуть да на мир иначе нежели вы привыкли ранее смотреть на какие-то ситуации здесь вот прям как будто бы я не знаю здесь ваше восприятие мира должно поменяться здесь вот как-то вот новая возможность вам дана сейчас посмотреть на мир иначе хорошо давайте посмотрим что же вам нужно сделать прямо сейчас в этой ситуации знаете здесь карта такая красивая двойка кубков которая говорит о том что вам нужно смотреть на те ситуации которые будут сейчас происходить в вашей жизни да вот если мы переводим на действие не с эгоистичной точки зрения а какую выгоду я получаю от того что я делаю а именно увидеть то что разделяя какие-то свои состояния с другим человеком да либо разделяя ситуацию либо боль не важно что либо да с другим человеком вы как будто бы находите единение и успокоение именно в том что вы делитесь да то есть если вы наполнены каким-то состоянием допустим там радости счастья вот умение разделить это вас как-то сближает да то есть разделяя что-то с другим человеком это вас объединяет то есть само разделение опять-таки двойственность да она несет в себе некое объединение вот вам вот это вот нужно сейчас понять и понять что ваша сила на самом деле она не в том чтобы давать отпор другим людям а ваша сила заключается в том что вы можете показывать показывать людям их настоящее лицо то есть не надо обижать человека словом да либо что-то там защищаться да и говорить а достаточно показать ему его отражение да то есть вы являетесь отражением того что сейчас с вами то что происходит вокруг вас то есть ваше взаимодействие с людьми оно такое достаточно зеркальное и порой если вы хотите ощутить вот как-то вот сильнее себя да внутри свою силу вам не нужно ругаться либо как-то спориться ставить свою точку зрения да а вам нужно наоборот увидеть в другом человеке вот именно то что вас раздражает в нем и принять вот это вот во-первых вас объединять потому что ваш фокус внимания сейчас он почему-то идет на разделение что по двойке кубков что по восьмерке паркану силы здесь да здесь идет какое-то вот некое разделение мира на двойственность на хорошее или плохое на я или они и вот сейчас видимо осознание у вас приходит именно на то что в самом разделении есть уже некое объединение и наоборот то есть вам вот как будто бы надо понять да почему и когда вы разделяете ваш ум вы позволяете своему уму разделять мир и какие результаты вы получаете тогда и что происходит в вашей жизни когда вы ощущаете единение всего со всеми в том числе и с людьми да каких результатов вы получаете тогда вот это вот именно осознание вот этой вот двойственности да оно очень важно вам на данный момент и понять вот здесь вот даже не то что вам нужно сделать а вот здесь вот опять таки каким-то образом идет объединение даже не только вас с миром но и объединение вашего прошлого с вашим настоящим то есть когда прошлое поколение да более зрелых более взрослых людей передает опыт более юным людям да то есть вот именно соединение прошлого с настоящим для того чтобы построить вот это вот будущее да здесь какая то вот у вашей на данный момент да какая то дробность происходит и вот все что может привести именно к состоянию объединения это придаст вам какую-то внутреннюю силу вот вы сейчас должны понять то есть если допустим вы чувствуете себя не в ресурсе то карты вам говорят о том чтобы идти к своей ресурсности вам нужно понять где вы свою энергию дробите да на какие то воспоминания в прошлом может быть на мечты в будущем может быть на разделение на внешнее и внутреннее вот здесь вот это вот ваша двойственность она должна прийти к единению к собиранию себя потому что вам сейчас каким-то образом очень важно быть в ресурсном состоянии и ощутить свою силу видимо вот этот вот поток силы который у вас есть сейчас да когда вы будете набирать вот эту силу от единения не от дробности а именно от единения он даст вам как раз таки переход на другой уровень вот про это здесь была первая позиция итак идем дальше смотрим дальше позиция номер два что вам нужно осознать сейчас и что вам нужно сделать так что вам нужно осознать сейчас да что пришло время каких-то перемен что пришло время знаете что вы как будто бы уже управляете своей жизнью но есть у вас некое такое ощущение и состояние отстраненности и холодности некой такой надменности которая связана с вашим опытом вы приобрели уже достаточно большой опыт и вы уже умеете научились справедливо делать какой-то выбор да где-то возможно как-то отсекать людей может быть наоборот притягивать то есть вы уже делаете выбор и создаете свое свое пространство которое вас окружает но здесь вам нужно осознать что где-то возможно вы чрезмерно справедливы потому что мир он на самом деле не не такой может быть прекрасный как может казаться не все в нем так хорошо и вот здесь чрезмерно как будто вы знаете с мечом в руках иду и буду отсекать и отрубать все что не так все что неправильно лежит все что несправедливо все что ложно вот здесь вот какая-то такая ничевость проскальзывается в вас которая не приводит вас ни к чему хорошему на данный момент кроме к тому как отстраненность вот некая холодность здесь вы как будто вы держите некую дистанцию от людей да от каких-то ситуаций закрылись здесь здесь вот вам нужно понять что это не совсем нужное для вас состояние вот знаете здесь такое ощущение что подарки которые вам будут даваться да от судьбы вот вы привыкли у вас есть какая-то какой-то определенный сценарий да когда вы начинаете оценивать людей и говорите о том что вот этот человек хороший от него можно ожидать только хорошее а этот человек он не совсем хороший да он плохой и от него можно ожидать любой подвох и вот здесь вот вам жизнь преподнесет такие подарки когда вы казалось бы от людей которых не ожидаете да от людей которые ну вообще нереально да чтобы они как-то вам помогли вот помогут вам понять то что то как вы все оцениваете да это не всегда не всегда правильно что нету только черный и белый да что мир он намного красочнее да намного разнообразнее и будут ситуации когда то от кого вы не ожидали будут давать вам руку поддержки да то есть вы увидите как будто бы в каких-то людях ту глубину ту красоту то могущество которое они скрывали ранее от вас да при условии если вы их будете подпускать к себе потому что здесь вот такая вот дистанция все-таки проскальзывает между вами и людьми то есть здесь не нужно как-то вот жестить что ли и если вы это не будете делать то вы увидите именно вот этих людей вот эту вот ситуацию какая-то вот ресурсность да дастся вам раскроет вас какие-то здесь ощущение того что вот раскроется вас какие-то состояние да когда вы сможете замечать то чего вы ранее не видели возможно как-то больше получать удовольствие да и может быть будете замечать то что на что ранее не обращали внимание да впускать в свою жизнь то чего вы ранее не впускали в свою жизнь здесь вот вам нужно осознать как раз таки вот это вот разнообразие и принять его вот единение именно даже не единение а это замечать вот какой-то знаете здесь новый этап это как пример такой простой привести что я не знаю есть допустим определенная марка одежды да какой-то бренд который вам очень нравился и вы знали ну условно говоря 3-4 бренда а потом как-то произойдет что-то не знаю может быть там знакомый придет подругой там и покажет ну то есть вам понравится какая-то модель либо одежда либо обуви которая будет на нем на ней и вы поинтересуетесь маркой и когда узнаете вам покажется как-то странным то есть как раньше я на нее не обращал то есть классная вещь да почему я этого не замечал вот здесь вот как то вот такая а то есть возможность разрешите да здесь а состояние как будто что-то новое в своей жизни вы разрешите чтобы вошло и это вот как-то вот разнообразие да расширит ваши горизонты разнообразит вас вам вот это вот нужно осознать да принять принять и заметить что нужно будет здесь понять что то одиночество в котором вы находились было выбрано вами по определенным причинам да вашей жизни прошлого опыта но а теперь как будто бы вы вы почувствуете что вы не одиноки здесь ощущение того что как будто бы раньше вот вас не понимали раньше вас не принимали а сейчас вы осознаете что причины всему этому были вы на самом деле и вот как только вам придет вот это вот осознание вы автоматически как будто бы вот вас включится да как на дискотеке какие то вот такие вот фейерверки световые вы как будто бы начнете замечать больший спектр гамма цветов как-то что-то новое войдет в вашу жизнь да то на что ранее вы не обращали внимание то что ранее не высвечивалась не подсвечивалась в вашей жизни и это принесет вам такую знаете вот радость удовольствие какую-то ресурсность наслаждение это будет вас наполнять вам будет очень приятно новый этап в вашей жизни перестаньте знаете как будто бы лед растопите и вот из растопленного льда вашего сердца да из этой воды этой водой вы можете условно говоря полить цветы и они в знак благодарности будут цвести для вас и вот это вот благоухание вот эти вот благовония запахи они будут наполнять вас и вы будете получать больше и больше удовольствия то есть чем больше вы будете замечать нового чем больше вы разрешите себе этого тем больше наслаждение будет в вашей жизни тем больше радости будет в вашей жизни хорошо а что вы должны сделать прямо сейчас здесь карта говорит о том что возьмите отдых в прямом смысле да от работы что иногда когда вы зациклены на том чтобы получить какой-то результат очень много 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 работаете вы теряете какое-то вот вдохновение и вам нужно прям вот край как необходимо расслабиться отдохнуть побыть на природе это сможет вас как-то наполнить вдохновить на то чтобы у вас отделись новые идеи здесь ощущение некого такого истощения да как эмоционального так и на идеи и вы как будто бы не можете дальше двигаться вот все как-то серо все однообразно и вам говорят что вам нужен отдых да причина заключается в том что вы очень много работаете очень много думаете мыслите в конкретном направлении и тем самым пропускаете жизнь вы не обращаете внимание на то что могло бы вас напомнить то что могло бы вас воодушевить потому что могло бы дать вам какой-то дополнительный ресурс и вот именно через этот дополнительный ресурс вы можете решить свою задачу не тем что вы ограничиваете и полностью сфокусированы на том что вы делаете а на том что дать себе передышку отдохнуть желательно на природе И вот именно взаимодействие с другим пространством, с другим эфиром, в другом поле, не в том, в котором вы работаете, в котором привычно вам, в котором вы находитесь, а именно побывая в другом поле, взаимодействуя энергетически с природой, вы напомнитесь, это поднимет ваш уровень энергетики, и к вам придут новые идеи. И вот в этих новых идеях, в этом новом воодушевлении вы сможете через это, сможете решить ту задачу, на которой вы работали. И если вы не будете отдыхать, вы не сможете найти решение. Но переключившись на то, что вы находитесь в природе, взаимодействуете с ней, в то, что деревья забирают вас, вот эти ваши негативные мысли, какой-то безысходность, да, то есть ненахождение решения, забирают весь этот негатив и наполняют вас чем-то новым, свежим. И произойдет вот этот вот инсайд, что-то переключится в вашей голове, и вы увидите четко и ясно решение того, чем вы работали. А что нужно сделать еще? Ну, знаете, вот вам нужно слушать, слушать свою интуицию. слышать какие-то вот, как раз-таки после того, как вы отдохнете, да, слежим прям следующим шагом, будет то, что вы как-то вот воодушевившись это, у вас будут рождаться идеи, и вам нужно довериться этому, и прислушиваться, да, к себе, и вы сможете увидеть вот эти вот картинки, да, какая-то вот, здесь вот какие-то состояния, очень красивые, очень вкусные, очень насыщенные, наполненные, которые помогут вам, во-первых, восстановить ваш ресурс, а во-вторых, решить насущие какие-то задачи, которые у вас стоят на данном моменте. Вот такая вот у нас была с вами и вторая позиция. А мы переходим дальше к позиции номер три и к зеленому камешку. и посмотрим, что вам нужно осознать и что сделать прямо сейчас. Что вам нужно осознать? Девятка книги. Вот вам нужно осознать то, что... Здесь карта называется контроль, контроль книги. То есть, когда мы одержим чем-то и что-то хотим получить, мы очень много над этим работаем, мы очень много трудимся над этим, очень вкладываем много сил, потому что нам это нравится, да, потому что мы где-то переходим в какой-то момент на одержимость, и мы тратим на это энергию. И вот это вот желание, да, вот эта вот наша идея, идея ворой становится настолько настойчивой, да, что мы теряем контроль и вкладываясь очень много и сфокусировано в то, что мы делаем, эта идея уже начинает нами управлять. То есть не мы. Здесь мы теряем контроль только потому, что слишком вкладываем много либо в какое-то желание, либо в какой-то результат, который хотите получить. И вы потеряли контроль над ситуацией, да. Уже эта ситуация вами владеет. Вы уже не можете иначе, вы не можете не делать то, что вы делаете. Вы уже не можете думать, не думать, скорее всего, то, о чем вы думаете. Здесь эта ситуация может быть с чем угодно. Элементарно здесь вот вы, здесь какая-то вот, может быть, даже и привычка, которую вы делали изо дня в день, причем очень много вы вкладывали, вкладывали энергии. Здесь вам нужно осознать, сколько энергии вы тратите на что-то, там, что-то одно, что уже не делать этого вы не можете. И тем самым вот это вот «я не могу уже не делать этого». Вы, вам показывают, что вы уже потеряли контроль над ситуацией, да. Что уже эта ситуация вами управляет, и с этим нужно что-то делать. Вот этот момент вам нужно осознать. Что, знаете, иногда в этой ситуации лучше отойти в сторонку, да. Лучше дать этой ситуации, чтобы она сама разворачивалась, да, так, как нужно. То есть вы уже и так очень много вложили. Вам нужно, вам прям говорят, отойдите в сторонку, отпустите эту ситуацию, да. Перестаньте ее контролировать, потому что вы уже потеряли контроль над этой ситуацией, и вы уже идете в разрушение, то есть в худшую сторону. Отдохните. Здесь карта прям рекомендует отдых в контексте сна. То есть пока вы спите, да, то есть дело делается, да, то есть вы вложили уже силы, оставьте все, пускай сложится в дальнейшем так, как и должно уже сложиться. Вы уже не должны прикладывать усилия к этому. Здесь речь идет о том, что вы настолько, здесь какая-то вот идея прям, вот одержимость какой-то идеи, я хочу это получить, да, вот прям до дрожжа в колен, что вы теряете себя. Вот вы уже в этой ситуации как будто потеряете себя. И здесь вы уже забыли, ради чего вы хотели то, что вы хотели, либо то, что вы создавали то, что вы создавали. Здесь уже идет речь не об удовольствии, которое когда-то вам давала эта ситуация, а именно уже о том, что переходит, здесь всплывает вопрос эго, то есть прям, знаете, какие-то личные такие моменты, нет, я это сделаю просто, потому что я не могу, этого нельзя, знаете, какой-то вот просыпается какая-то гордыня, да, то есть здесь реальная ситуация, уже вы потеряли контроль, да, уже, ну, перешли все границы, вот вам вот это нужно осознать. Здесь какая-то ситуация, да, пришла к концу. Здесь вы уже выросли, понимаете? Вы уже как будто бы выросли из этой ситуации, но все равно продолжаете вливать в нее свои ресурсы. А уже речь здесь говорится о том, что вам нужно уже вести людей за собой, да, что вы уже настолько зрелы, вы уже настолько знаете, что вам нужно уже отдавать вот эти вот все знания, которые вы получили во мне. Здесь речь идет о какой-то новизне, мне уже, да, вам не хватает, вам уже нужно пойти в новое, да, вам нужно выбрать это новое. Но здесь какая-то вот есть выгода, почему вы не делаете, не совершаете этот выбор. Потому что вы очень много времени проводите в голове, то есть вы не делаете выбор с сердцем, а вы думаете, вот прям, знаете, о каком-то идеале, вот что-то такое вы создаете, прям творите, и вы вот от этого творения, да, у вас включается как будто бы эго, вы уже начинаете кайфовать, получать удовольствие, не возвышаться, нарабатывается ваша уже гордыня, то есть вы уже пошли не в то русло, и вам нужно понять, что вы выбрали не тот путь, не то направление вы выбрали. Идите в другом направлении. Хорошо, что же вам нужно сделать прямо сейчас? Знаете, вы прям, как ты говоришь, что нужно сделать, да, ваша стабильность, да, и вот ваше нежелание, скорее не то, что нежелание, а вот то, как вы привыкли, да, работать, вот как-то это стало однобоко, да, то есть вы работаете над какой-то одной, допустим, грани своей жизни, да, а другие из-за того, что вы их не оттачиваете, эти навыки, да, не работаете, они уже пустили какие-то корни, да, уже как будто бы атрофировались, уже не нужно, то есть в теле человека есть какие-то мышцы, да, которые мы прокачиваем, вот они становятся сильнее, а то, что мы не прокачиваем, оно у нас атрофируется, да, потому что не нужно, мы этим не пользуемся. Вот здесь вот карта вам говорит о том, что вам нужно вспомнить о тех ваших качествах, о тех ваших способностях, которые уже атрофировались, да, потому что вы не работаете с ними, вы не делаете то, что нужно. Здесь нужно как-то вот пробуждаться, вспоминать, потому что шары уже, сферы здесь, они дали корни, как ни странно, и их уже невозможно сдвинуть с места, да, то есть потому что они уже не рабочие. Вам нужно понять, что тот страх о завершении, да, вот вы боитесь, боитесь отпустить, боитесь поставить точку в чем-то, да, как-то пойти дальше, вот то, что я говорила, да, выбор сделали не тот, то есть вы остаетесь там, где вы есть, а вам надо двигаться дальше. Вот вам как-то здесь смерти говорит о том, что куда бы вы ни двинулись, да, вы боитесь, да, но всегда нужно знать, что то, что должно отмереть, то, что должно завершиться, оно завершится, ну, то есть от смерти не убежишь, поэтому не надо бояться поставить точку тогда, когда уже это не дает того наслаждения, удовольствия, которое вы бы хотели получить, что то, что уже отмирает, отпустите это. Да, вам дается новый шанс на то, вот прям увидеть, да, дает сейчас новый шанс на то, чтобы написать новую какую-то историю своей жизни, какую-то страницу, да, из вашей книги жизни, не упустите этого шанса. Вот вам нужно исцеление, здесь как-то говорят об исцелении, о чистоте, здесь чистая энергия, она помогает вам исцелиться, то есть возможность начать все заново, с чистого листа, начать получать удовольствие, да, начать заново как-то мечтать, убрать вот эти вот эгоистические какие-то, какое-то вот самоутверждение, да, идет здесь какое-то величие, что ли, иногда вот как будто бы вы забыли, ради чего вы делали то, что вы делали, вот это вот нужно убрать и заново как будто бы вспомнить, начать тот путь, который вы прошли, но заново и в правильном направлении, в правильном русле, для того, чтобы получать удовольствие от этого. Здесь вот ощущение того, что вы как будто бы, ну, не нравится вам то, что вы делаете, да, вы уже не радуетесь, внешне вот вы носите эту маску, такого человека улыбающегося, радостного, да, а внутри это в сердце нет этого, да, нет этой наполненности, вы уже не видите, что то, что раньше вам придавало какой-то вот кайф, то, что я начала, да, с чего, сейчас вы уже не наслаждаетесь этим. И вот здесь вот борьба, которая происходит, да, внутри вас, она говорит о том, что не считайте себя каким-то, допустим, либо слишком, я не знаю, завышенная какая-то ваша самооценка, потому что не знаешь, откуда тебе прилетит. И то, что изначально кажется, что силы ваши неравны, да, вы не сможете реализовать то, что вы хотите, это не так, потому что в процессе вы не знаете, как ситуация может обернуться, и, возможно, она обернется и в вашу пользу, и у вас за спиной есть необходимый ваш багаж и необходимые вам ваши ресурсы. Начинайте действовать, и не бойтесь, вот здесь вот каких-то трудностей, сложностей, здесь ощущение того, что если я оставлю, здесь может быть даже какие-то страхи, если я оставлю то, во что я вкладывалась, то впереди меня ожидает заново этот путь, и заново надо что-то сделать, и для вас это вот прям как какой-то великан, как какая-то гора, и вы как будто бы боитесь начать заново, да, боитесь, но у вас все получится. У вас все получится, потому что у вас есть шанс, да, вам дважды дается шанс начать заново, да, раскрыть свой потенциал. Утолить жажду, да, вот у вас есть какая-то жажда на эмоции, вот эта вот наполненность вам дастся этот шанс, если вы из-за него схватитесь, да, если вы его возьмете, то есть отвечая на вопрос, что вам нужно сделать, просто взять этот шанс в свои руки. Вот такая вот у нас была и третья позиция, что ваши обратные связи по новой колоде Эпическая Таро. Насколько, не знаю, смогла я ее считать, да, это мой первый расклад по этой колоде. Колода не совсем простая, ну, в принципе, легких путей мы и не ищем, да. Я привыкла к сложностям, но вот не знаю, насколько я смогла на ней донести информацию, которая именно заложена в этой колоде. Жду от вас обратной связи. А я с вами прощаюсь, до новых раскладов. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова